МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверняка у каждого из нас есть обещание самому себе обязательно прочитать этим летом десяток другой книг. Некоторых товарищей к этому обязывают, а некоторые делают это добровольно и с удовольствием. Но ведь есть же люди, которые действительно читают летом. Ты воруешь книги? Зачем? Жизнь обкрадывает нас, и мы просто крадем обратно. То же самое можно сказать и про фильмы. Времени больше. И почему бы не потратить его на содержательно вдумчивый просмотр картины, которую все никак не удавалось посмотреть с начала года? Привет. Есть машина в наличии? Да, есть синяя и красная. Для тех, кто с начала года пересмотрел уже, казалось бы, все, и существуют летние премьеры, показываемые исключительно в кинотеатре. Вот о них мы сегодня и поговорим. Привет, я Алина Раимова, вы смотрите программу кино. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! С 1 по 8 июня в Сочи в 25 раз прошел главный смотр российских фильмов «Кинотавр». На этом юбилейном фестивале было показано очень много короткометражных фильмов, часть из которых благополучно перекочевала в YouTube. В большом главном конкурсе «Кинотавра» приняли участие 14 картин – отечественных, сложных, неоднозначных. Основные дебаты развернулись вокруг таких картин, как «Уэлком Хоум», «Испытания», «Дураки», «Кино про Алексеева». «Кинотавр-2014» многие назвали самым противоречивым за последние годы. И вопреки многим ожиданиям, победителем стала лента режиссера Александра Кота «Испытание», которая одновременно с главным призом получила приз и за лучшую операторскую работу. Красивая девочка с косами живет в одиноко стоящем доме посреди казахской степи. Живет размеренной жизнью. В поездке с отцом в кабине грузовика и обратно в седле с уверенным степным ковбоем. Потом напротив дома ломается красивый бело-голубой автобус. И под окно начинает приходить кудрявый блондин с фотоаппаратом. Все молчат, и к одиноко стоящему дому прилагается одиноко стоящее дерево. Некий поэтический кинематограф во всей своей красе, многогратно усиленный за счет великолепной операторской работы Ливана Капанадзе. Компания Adobe, известная во всем мире как производитель программного обеспечения, с помощью собственной метрики Adobe Digital Index, сделала прогноз по поводу кассовых успехов или провалов фильмов летнего сезона. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Согласно этому прогнозу, главными неудачниками станут фильмы «Неудержимые 3», «Грань будущего» и «Геракл», которые не оправдают вложение в них. А блокбастерами суждено стать таким проектом, как «Трансформеры 4. Эпоха истребления», «Стражи галактики», «Судная ночь 2» и «Как приучить дракона 2». Представители Adobe настаивают на стопроцентной аккуратности их предсказания, так как аналогичный прогноз по поводу прошлогоднего осеннего сезона оказался абсолютно верным. У поклонников российского, так сказать, серьезного кино, как вы могли уже заметить в самом начале, есть немало поводов поговорить о любимых режиссерах и о ярких творческих находках. У тех же, кто предпочитает несерьезное американское кино, но с очень серьезными бюджетами, есть только один повод – обязательно увидеть это кино. Я видел, как они живут. Они хотят того же, что и мы – выжить. Они не хотят войны. Они набросятся на тебя! Сразу три фантастических блокбастера ждут нас уже в самое ближайшее время. «Трансформеры», «Эпоха истребления», «Планета обезьян» и «Стражи галактики». И если с «Трансформерами» и «Обезьянами» все предельно ясно, знаем, видели, обсуждали, то со «Стражами» это что-то новенькое. Ну, как новенькое? В основе все тот же одноименный комикс 2008 года. «Звездный Уорд», «Гамора», «Дракс», «Разрушитель», «Ракетный енот» и «Грут», но при участии персонажа Ионду. Все понятно, правда? Это первый проект Marvel «Не о Мстителях», разработанный студией Walt Disney Pictures. Хотя режиссер Джеймс Ганн отметил, что при создании этого фильма источником вдохновения для него был, ну кто бы мог подумать, «Железный Человек». Обязательно смотрим это кино. Енот вызывает у меня сомнения. Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному безжалостному злодею Ронану, струющему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва он сам. Единственный способ спасти свою жизнь объединиться с четверкой нелюдимых изгоев. Воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для Вселенной, одиночка пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу Галактики. Еще одна премьера, которую невозможно пропустить. Не прошло и четыре года, как на экранах вновь появился дракон. Дракон и краткая инструкция о том, как его приручить. Почему так долго ждали? Потому что хорошие вещи быстро не делаются. В отличие от первого дракона, второй стал чуточку длиннее и наверняка интереснее. Но на этом отличия не заканчиваются. Во-первых, режиссер первой части, Крис Сандерс в этом фильме отметился лишь как исполнительный продюсер. А новый приглашенный режиссер поставил условие, что ему можно будет расширить франшизу до трилогии. К тому же, это первый фильм студии DreamWorks Animation, в котором было использовано новое программное обеспечение по анимации и освещению. Новые программы, носящие название Prima и Torch, позволили добиться улучшений в анимации лиц, в ощущении жира, ощущения от покачивания дряблой кожи и от движения кожи по мышцам. В общем, это нужно видеть. И вновь вернемся к Кинотавру. Фильм-призер класс коррекции был снят в модном нынче стиле мукиментари. Что это значит? Мукиментари — это жанр кинематографа, в котором картины внешне соответствуют документальным фильмам. Но их предмет, в отличие от настоящего документального кино, является вымышленным и специально замаскирован под действительность. Не то чтобы нас разводят, просто это псевдодокументалка. Программа Кино составила свой рейтинг пяти лучших картин в стиле псевдодокументального кино, в стиле мукиментари. Пятое место. Фильм «Монстро», 2008 год. Жутковатая история о нападении на Землю инопланетян. Повествование ведется от лица героя фильма, снимающих все происходящее на любительскую видеокамеру. Четвертое место. Сверхпопулярное, почти сериальное, паранормальное явление. Один, два, три, четыре. Псевдодокументальный фильм ужасов о злом бесе, который годами терроризирует ни в чем не примечательную семью. На третьем месте «Аполлон-18» образца 2010 года. Оказалось, что кроме 17 известных экспедиций «Аполлона» была еще одна доказательства гибели, которые были случайно обнаружены в закромах НАСА. Второе место. Российская лента от режиссера Алексея Федорченко. «Первая на Луне», 2005 год. Выдаванный документальный фильм о первом полете в космос, который состоялся в 1938 году и был засекречен советскими спецслужбами. И на первом месте законодатель жанра «Ведьма из Буэр». В октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах штата Мэриленд во время съемок документального фильма. Год спустя отснятый ими материал был найден. Они приехали в лес на черных холмах, чтобы снять документальный фильм о местной легенде «Ведьма из Буэр», мучившей и убивавшей всех, кто забредал в ее владении. В предании говорится о вековом проклятии, ритуальных убийствах детей, зловещих артефактах и сверхъестественных явлениях. Но не успели студенты, вооруженные 16-мм камерой, углубиться в лес, как безнадежно заблудились. И вокруг них начало сгущаться невидимое зло. Оценивая кинопрокат последних шести месяцев, мы никак не могли не остановить свое внимание на картине Алексея Германа «Трудно быть богом». За созданием этой картины мы пристально следили, много говорили о ней. И теперь, выждав премии, изучив множество рецензий, решили выдвинуть свою версию мнения об этом действительно сложном кино. «Трудно быть богом», «Трудно быть режиссером», который снимает фильм «Трудно быть богом», «Трудно быть зрителем», который смотрит фильм «Трудно быть богом». Благодаря Алексею Герману эту цепочку можно продолжать еще долго. А вышедший в конце 2013-го фильм по одноименной повести «Братьев Стругацких» вызвал такой шквал критики, что содрогнули стены кинотеатров. Хоть я и морально был готов к просмотру этого фильма, но на некоторые сцены меня действительно не хватало. Грязь, нечистоты, все самые гнусные пороки человечества и все это показано настолько крупными планами, что тут сложно остаться равнодушными. Но я находил в себе силы и продолжал смотреть. По сюжету на планете с царящим средневековьем немногочисленные земляне выполняют роль наблюдателей, особо не вмешиваясь в ход истории, но на правах скрытых полубогов слегка ее подправляют. И в одном из городов этой планеты один из этих наблюдателей, которого играет один из лучших актеров российского кино Леонид Хермольник, нарушает равновесие и вмешивается в происходящее событие. Это по сюжету. Я не знаком с оригинальной повестью Стругацких, но при просмотре уловить этот самый сюжет был наисложнейшей задачей. Любая логическая цепочка обрывалась чередой несвязанных непонятных сцен, одноразовыми персонажами и тем, что лучше не видеть. Если бы пятисекундную заставку с надписью 18+, вставлять перед каждой такой сценой, то фильм стал бы длиннее еще на полчаса. Но я продолжал смотреть, затягиваясь в этот серый пир и переваривая происходящее событие. Первый сценарий фильма был написан Алексеем Германом и Борисом Стругацким еще в далеком 1968 году. Съемки пришлись на начало 2000-х, а в свет фильм вышел уже после смерти этих двух, безусловно, талантливых людей. Работа была проделана огромная и после просмотра фильма было огромное непонимание. Меня успокаивались тезисы самих Стругацких, что действительно трудно быть богом и, видя всю эту нечистоту в людях, продолжать их любить, хотя можно развернуться и уйти. Но так буквально показывать это на экране такого я еще не видел. Или видел. Я несколько дней думал, какие непонятные ассоциации преследовали меня при просмотре фильма, а потом понял, что наблюдал уже такое и даже улыбнулся, почувствовал себя таким же наблюдателем. И если бы в конце фильма герой Гермоника сказал «И мы счастливы», то многое встало бы на свои места. А вы смотрите «Хорошее кино в кинотеатре». Быть героем в кино трудно, а быть героем в жизни еще сложнее. Сегодня нашим гостем стал самый настоящий герой нашего времени, ведущий новостной информационной программы Мерике Ульманов. Мерике, какой из фильмов, просмотренных тобой за последнее время, понравился тебе больше всего? По правде говоря, я небольшой любитель ходить в кинотеатры. В последний раз я был очень давно на просмотре «Темного мира». Это российский боевик или триллер, сложно как-то объяснить. И, честно говоря, оставил он такие сложные впечатления, не очень понравился. Еще раз убеждаюсь, что российские фильмы, еще российские режиссеры, на мой взгляд, не научились снимать качественные фильмы, подобные, как американские. Есть ли фильмы, которые ты можешь пересматривать по нескольку раз? Я по нескольку раз, по многу раз могу смотреть фильмы, с Николаем Караченцевым, «Белые росы». Бесподобный фильм, очень добрый, интересный, жизненный на самом деле. Люблю смотреть, «Москва слезам не верит». Вот эти фильмы советские, интересные, добрые фильмы, мне кажется, классика. Представь, если бы ты обладал неограниченным бюджетом, какой бы ты фильм хотел снять и кого из ныне живущих актеров ты бы пригласил? Никогда не задумывался над тем, хотел бы ли я снять какой-либо фильм. Может быть, я бы снял мультипликационный фильм, например, продолжение «Кота Леопольда» или «Ну погоди». Потому что сейчас новое время, современный мир такой, несколько жестокий, несколько равнодушный, не только среди взрослых, но и среди детей. И есть масса ситуаций, масса таких характеров таких, которые можно было бы изобразить вот как раз-таки продолжение вот этих добрых советских мультфильмов. Вы только что посмотрели программу кино. Искренне надеюсь, что после просмотра у вас появится желание посетить кинотеатр или подредактировать свой список обязательно посмотреть этим летом. Прическа и макияж ведущий салон красоты «Ля Санте». Редактор субтитров А.Семкин